День 1758. Алекс на связи. Недавно в сервисе ZigBit МКТ, который я использую, была хорошая новость. Наконец-то доделали интеграцию с датчиком присутствия Acara FP1. До этого я его уже пытался использовать. У него не было возможности работать с настройкой зон. Для определения, в общем-то, этот датчик как раз стал интересным. И все им заинтересовались. Потому что в родном приложении можно было открыть в этом датчике карту. И на этой карте обозначить разные зоны присутствия человека. И в зависимости от этого он мог выполнять разные действия. При входе в одну зону он мог включать свет или какие-то устройства. При входе в другую зону он мог, соответственно, в том месте выключить предыдущем. А в новом тоже включить. И это было интересно. Но при интеграции этот датчик по ZigBit МКТ не мог передать эту информацию. Потому что протокол обмена был хитро зашифрован, так сказать. И, в общем-то, они не могли его доработать. И нормально сделать интеграцию. Потом появилась интеграция. При определенной прошивке я установил. Но у меня вообще этот датчик стал подключаться. То есть вроде как эта интеграция была еще не полноценной. И мне пришлось даже откатиться обратно на предыдущую версию ZigBit МКТ. Для того, чтобы вообще там остальное, весь умный дом, он мог работать. Так было некоторое время. Но, в общем, при очередном обновлении всего сервера. Я решил, что попробую поставить последнюю версию ZigBit МКТ и попробовать с ним работать. То есть если там датчик FP1 не будет работать, ну и ладно. В общем-то, не так уж он не был особо востребован. Потому что у него ограничений было очень много. К тому же у меня был датчик еще Атуя. Который многие ограничения с точки зрения определения расстояния не имел. То есть он мог это передавать. Но он не работал с этими зонами. То есть у него нет такой возможности выбрать там какое-то место в комнате, которое как-то особенно обрабатывалось. Но, по крайней мере, по расстоянию можно было очень много настроек тоже сделать. И использовать это в сценариях. Причем у него дальность еще побольше. И скорость работы у него тоже такая. Он гораздо быстрее определяет все. Но, может быть, это в ущерб некоторой точности. Потому что надо терять, что человек присутствует. И расстояние неправильно показывает. Ну, в общем-то, у каждого датчика свои компромиссы. Но, в итоге, когда датчик FP1 все-таки нормально при очередном обновлении начал работать. Там, конечно, в интерфейсе не очень удобно настраивать эти зоны. То есть там нужно выбрать. Потом их применить. Они запомнятся. Потом, в общем-то, не очень все это наглядно. И самый простой способ. Это просто по МКТТ эти команды отправить. И они сразу применяются. То есть создается зона с нужными координатами. То есть не надо простучно выбирать сначала координаты X. Потом координаты Y. То есть можно сразу выбрать все нужные координаты, которые нужны. У этого датчика они делятся в длину от датчика 7 клеток. А в ширину, то есть влево-вправо от датчика 4 клетки. То есть это всего. То есть по 2 влево и 2 вправо. Это не очень много. Но на самом деле, например, у FP2 это новый датчик. Который у Acara вышел не так давно. У него гораздо больше клеток. И детализация. И дальность у него побольше. И в ширину он чуть побольше берёт. Но такая детализация она не очень нужна. Потому что в принципе таких сценариев придумать очень сложно. То есть я попробовал разные способы. И ещё на примере делал сначала тоже датчик FP1. У него есть по сути как сделано. Что можно определять когда приближаешься к нему. Удаляешься от него. То есть если выбрать за центр. Это где-то около 3 метров. Указать в датчике. Тогда в принципе можно фактически иметь 3 зоны в длину. И также у него есть ещё перемещение влево-право. Это тоже можно использовать в сценариях. То есть ещё будет там по сути 2 зоны. То есть всего как бы 6 мест. Но из-за того что он может определять только одного человека. То когда там 2 человека в комнате ходят. Он конечно начинает путаться. И это не очень удобно. То есть проще его выключить и вообще не использовать. Чем когда он там сначала на одного среагирует. Что там сработает. На другого среагирует. Что-то сработает. При обновлении можно стало добавлять зоны. Причём можно выбирать много координат. И всего можно сделать 10 зон. Я попробовал сначала просто сделал также 3 зоны. То есть ближнюю, среднюю и дальнюю. И после этого настроил в комнате. Чтобы у меня там светильники включались. При присутствии человека в разных зонах. То есть когда заходишь, там появляются события. Что там человек зашёл в зону. Потом выходишь из неё. События, что вышел. Если зашёл в какую-то зону и там присутствуешь некоторое время. 5 секунд. То он показывает, что человек присутствует. И если вышел, то через 15 секунд показывает, что человек вышел. И конечно там если сделать, что при входе в зону он включает свет. А при выходе он выключает сразу. То можно определить, что человек вышел. А на самом деле он вышел несколько секунд. А уже сработает как выключение. Поэтому я сделал так, что определяет по входу в зону. Чтобы сразу включалось. А включает по отсутствию в зоне. Но тогда возникла другая проблема. Что если присутствие не было включено. То и отсутствие не появится. Из-за этого получается, что нужно зайти. И поприсутствовать 5 секунд. Он включит присутствие. И потом при выходе он выключит. Через 15 секунд. Но конечно так не всегда делают. И из-за этого конечно не очень удобно было. Это присутствие обрабатывать. Но в итоге я сделал. И вход и выход он включает. И присутствие и отсутствие он тоже. Соответственно включает или выключает. То есть тогда получается так. Что он практически всегда при любом перемещении. Он будет включать и включать свет. Это не очень удобно. Ну и к тому же если там два человека. То есть один в одной зоне присутствует. А другой зашел. То там свет получается. Что он выключит. В первой зоне. Потому что он подумал. Что человек уже переместился во второй. Ну и для того чтобы. Еще поэкспериментировать. Я сделал таким образом. Просто. С помощью скрипта. Сделал. Что он генерит. Все возможные зоны. То есть я. Сначала попробовал. Просто. Сгенерить. 7 зон. То есть. Каждую. Отдельную. Там. Координату. Y. Выбрать. То есть. То есть. Такими. Линиями. Так сказать. И. Попробовать. Как он будет работать. Конечно. Довольно интересно получилось. То есть. Он определяет. Около. Семи метров. То есть. Примерно зона. Одна. Координата. Y. Это. Один метр. И. Когда отдаляешь. Он довольно быстро. Переключается. То есть. Он показывает. Что вышел из зоны 1. Зашел в зону 2. И дальше. Если перемещаешь. Он показывает. Что из зоны 2. Вышел. Зашел в зону 3. Это довольно удобно. То есть. Работает. Быстро. Переключается. Довольно четко. Иногда бывает так. Когда быстро перемещаешь. Он может. И. Зону перескочить. Какую то. Но. В общем то. Не критично. Если. Обрабатывать. Там. Хотя бы. Как у меня было сделано. Сдержка. В одну секунду. То. В принципе. Это. Получается. Семь разных зон. Дальше. В седьмой зоне. Он уже. Очень плохо. Реагирует. То есть. Иногда. Теряет. Там. Определение. Присутствие. Практически. Всегда. Теряет. Вход. И. Выход. Он. В принципе. Более-менее. Нормально. Также. Сделал. Еще. Варианты. Поделил. Каждую. Эту. Линию. Налево. И. Тоже. Попробовал. Так. Работать. Датчик. Пришлось. Немножко. Сместить. Чтобы. Он. Стоял. Ближе. К середине. Стены. В комнате. В комнате. Потому что. Он. Относительно. Себя. Определяет. Где там. Лево. Где там. Право. И. Из этого. Получается. Что. Нужно. Позиционировать. Его. Нельзя. Направить. Немножко. Под углом. Потому что. Он. Будет. Неправильно. Координаты. Показывать. Но. В общем. Это. Тоже. Получилось. Так. Что. Большого. Смысла. Нет. То есть. Понятно. Если. Там. Сел. На диван. Он. Находится. В координатах. Там. Допустим. Х1. И. У. 6. Например. То. В принципе. Нормально. Он. Определит. Покажет. И. Это. Можно использовать. В сценарии. Но. У него. Все равно. Точность. Она. Не. Очень. Большая. И. Много. Зон. Не. Получится сделать. То есть. Например. Во-первых. Он. Стоит. Вверху. И. У него. По диагонали. И. У него. Расстояние. Сверху. Вниз. И. Из этого. Получается. Что. Эти. Зоны. Они. Немножко. Как бы. Смещены. Если. Встал. Одни. Зоны. Может. Показать. Расстояние. Тут. Конечно. Не. Очень. Удобно. Если. Размешать. Вверху. То есть. Может быть. Его. На уровне. Метра. Полтора. Разместить. От. Полтора. Оно. Будет. Более. Менее. Постоянно. Расстояние. Но. В итоге. Конечно. Еще. Я. Попробовал. Сделать. Когда. Близко. Зоне. К нему. На кухне. То есть. Можно. Сделать. Таким образом. Что. Когда. Подходишь. К раковине. Он. Определяет. Это. Тоже. Академия. Там. Включать. Свет. Но. В целом. Получилось. Так. Что. Дача. Присутствие. Конечно. Всегда. Хочется. Чтобы. Он. Определяет. И. Если. Несколько. людей. В квартире. Там. В доме. То. Конечно. FP1. Он. Не. Удобен. Для. Этой. Задачи. Он. Все равно. Будет. Конечно. Путаться. То есть. Его. Единственное. Можно использовать. Даже. Не. По. Присутствие. Отсутствие. Людей. В комнате. Он. Нормально. Работает. Я сейчас. Сделал так. Что. У меня. Просто. В качестве. Больше. Эксперимента. Есть. Светильник. Небольшой. Я его. Включаю. Для того. Чтобы. В целом. Понимать. Там. То есть. Когда зашел. Чтобы. Было. Там. Светло. Если. Вышел. То. Темнота. После ночи. А. По большому счету. Конечно. Этот датчик. У него. Очень. Получаются. Ограниченные. Возможности. И. Даже. Там. Я сейчас. Использую. В. Экспериментах. Самый. Дешевый. Датчик. Который. Можно. Отключать. Разным. Микроконтроллером. Там. Кардуина. И. И. Другим. То. Конечно. Он. Стоит. 200 рублей. Намного. Дешевле. Чем. Эту. Функцию. Может. Выполнять. То есть. Определение. Присутствие. Отсутствие. Он. Довольно. Точно. Фиксирует. Еще. Работа. Довольно. Быстро. Там. Способ. Не. Удобно. Сделан. Но. По большому счету. Если. Эту. Проблему. Подключать. Это. Удобно. Есть. Решение. В интернете. Можно найти. Которые. Позволяют. Его. Также. Можно. По bluetooth. Подключать. Это. Не очень удобно. А если. Напрямую. Подключить. По проводам. К микроконтроллеру. Дальше. С него. Передавать. Сигнал. В данном случае. Конечно. Вп1. Он. Опять. Не. Очень. Будет. Встребован. Для. Таких. Больших. Например. Для. Туалета. Ванны. Где. Человек. Один. Находится. Наверное. Будет. Очень полезно.